Библейский портал экзегет.ру представляет Конечно, это, наверное, было такое, ну, спонтанное решение, вот он мечется буквально, он сначала бежит в святилище, где Скиния стоит, потом бежит, наоборот, к врагам Израиля, вот он думает, где бы, где бы спрятаться от Саула, но постепенно его странствие становится таким, знаете ли, партизанским походом, рейдом, и 22-ая о том, как это начинается. Оттуда Давид бежал в пещеру Адуллам, это из Гата, из филистимской земли, то есть там тоже достаточно опасно, и он пытается уже укрыться просто где-то в такой глухой местности, где никто его не достанет. Его братья, весь его отеческий рот услышали об этом и пришли к нему туда. Опа, уже слава идет о партизанском отряде. Сначала это его родные. К нему собирались все угнетенные, все, на ком был долг, и все, кому было горько. Ну, то есть низы общества, те, кто не мог найти себя в обычной мирной жизни. Он стал их предводителем, с ним было около 400 человек. Банда, фактически, что это? Это банда, то есть это его родные и близкие, и это те, кто вот угнетен, на ком долг, те, кто отвержен в обществе. И вовсе не, знаете, какие-то особо благочестивые люди, которые там сражаются за идеалы высокие или за веру в Бога. Но из этого материала может что-то получиться. И, собственно, долгая подробная история странствий царя Давида, это история того, как глава партизанского отряда стал величайшим царем в истории Израиля. Оттуда Давид отправился в миспу в Муаве, еще одна соседняя страна, и попросил царя Муавского, пусть мои отец и мать побудут у тебя, покуда я не узнаю, какая судьба мне от Бога. Он отвел их к царю Муавскому, и они остались у него, пока Давид был в убежище. Ну, вот здесь он уже отправляет в эмиграцию своих родных, которые не способны воевать, и, соответственно, устраивает их судьбу. И сказал пророк Гад Давиду, не оставайся в убежище, возвращайся в Иудею. Кто этот пророк, мы толком ничего не знаем, но вот, очевидно, он что-то ему важное сообщил. И Давид отправился в лес Херет. Вот он уже начинает разворачивать партизанские действия внутри собственной родной страны, Иудеи. Сначала он беглец, который хоть где-то, хоть как-то у филистимского этого князя в городе Гад, он притворяется безумцем. А вот он уже во главе небольшого отряда, прямо в своей родной местности, где он все знает. Саул услышал, что объявился Давид и люди, которые были с ним. Саул сидел тогда под Тамариском, вид дерева, на холме в Гиви, и в руке у него было копье, у него все время в руке копье, он его кидает в кого-нибудь попадя. А все его слуги стояли перед ним. И сказал Саул своим слугам, стоявшим перед ним, послушайте, вениамитяне, он же тоже из этого племени Вениамина, разве и вам всем даст сына шая поля и виноградники, и всех вас поставит на тысячами и сотнями воинов? Он уже понимает, что Давид следующий царь. Ему важно убедить хотя бы своих самых приближенных слуг, что надо за Саула постоять. Сговорились вы, что ли, против меня? «Никто не открыл мне, когда сын мой заключил союз с сыном Иша, и никто не посочувствовал мне, не открыл, что сын мой подстрекает раба моего ставить засаду на меня, как теперь». Вот он уже их обвиняет. Дуэка Домитянина, и Домитянин, то есть не из Израиля, который стоял там среди слуг Сауловых, ответил, «Я видел, как сын Иша приходил внов к Химелеху, сыну Ахитува. Тот вопрошел о нем Господа и снабдил его хлебом меч и листим лина Голиафа, отдал ему». Мы читали это в прошлой главе. В общем-то Давид обманул Ахимеллах и рассказал ему историю про то, что он на секретном задании от царя Саула, хотя он бежал от царя Саула. Ну и вот этот самый Дуэк и Домитянин выдает историю. Саул-то на что жалуется? Мне никто ничего не сообщает. Дуэк ему тотчас сообщает ту информацию, которую знает. Тогда царь послал за священником Ахимеллахом, сыном Ахитува. Это священники, которые были вновь, но вот в месте, где тогда находился Кинья. Все они явились к царю. Царь обратился к нему, «Послушай-ка, сын Ахитува». Дот отозвался, «Вот я, господин мой». Саул спросил его, «Зачем ты сговорился против меня, ты, сын Иша, которого ты снабдила хлебом и мечом, о котором ты упрошал Господа, когда он восстал против меня и теперь поджидают засаде?» Отвечал Ахимеллах царю, «Да кто среди слуг твоих подобен Давиду? Он верен тебе, он зять царя, он начальствует над стражей твоей, он в почете в твоем доме. Разве лишь теперь начал я вопрошать для него Бога, «Да не будет, царь, чтобы ты сделал что-то с рабом твоим или со всем родом моего отца, потому что раб твой ничего обо всем этом не знал, нет тут ни малейшего заговора». Но царь ответил, «Ты умрешь, Ахимеллах, и весь род твоего отца». Вот, смотрите, получается, Давид поставил Ахимеллаха в такое опасное положение. А что он мог сделать с другой стороны в этой ситуации? Вот тоже, получается, Давид не идеальный герой, да? И кара, которую Саул стремится обрушить на Давида, он ее обрушивает на людей, которые оказываются рядом с Давидом, да? Вот это не история идеального героя, это история слабого человека, который становится сильным, история Давида. История сильного человека, который становится слабым, история Саула, который уже не может даже контролировать то, что происходит вокруг него, может только карать, причем карать неразборчиво, с копьем в руке, да, швыряя его, в кого попало. И сказал царь стражникам, бывшим подлиннего, «Давайте, перебейте священников в господних, потому что и они на стороне Давида знали, что он бежал, но не открыл для меня». Но не захотели слуги царя поднять руку и казнить священников в господних. Тогда царь приказал Дуэгу, «Давай ты перебей священников». Дуэг – эдомитянин. Он эдомитянин, он не из израильтян, ему этот культ Господа абсолютно чужой, он иностранец, для него нет ничего в том, чтобы перебить священников. Дуэг – эдомитянин взялся перебить священников, и умертвил в тот день 85 человек, носивших льняной эфот, то есть всю семью. А в Нове, в священническом городе, он перебил мечом всех, и женщин, и мужчин, и детей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец всех перебил мечом. Вот история, да, партизанской войны. Каратели, которые убивают неповинных там, где прошли партизаны, и партизаны, которые от них прячутся. Спасся только один сын Ахамедоха, внук Ахитува по имени Авьятар, и он бежал к Давиду. Авьятар сообщил Давиду, что Саул перебил священников Господних. Давид ответил, Авьятару знал я в тот день, что там был Дуэг – эдомитянин, что донесет он Саул. Это я виновен в смерти всех в роду твоего отца. Вот еще одно свойство Давида. Он берет на себя ответственность за ошибки. Это тоже редкое свойство, по крайней мере, на страницах Ветхого Завета, а, впрочем, и в жизни. Это я виновен в смерти всех в роду твоего отца. Оставайся со мной, не бойся. Кто ищет моей смерти, тот ищет и твоей. Так что у меня ты в безопасности. И вот так оказалось, что единственный потомок первосвященников, тот, кто и сам может стать первосвященником, тоже в лагере Давида, тоже на его стороне. Саул, который начинал как помазанник Самуила, который начинал как его, собственно, правая рука, вместе с ним все делал, который потом попытался взять на себя какие-то функции пророка, функции священника, приносил жертвы, заканчивает тем, что он уничтожает на подконтрольной ему территории вообще всякое законное священство. Просто потому, что ему уже это не нужно. Это противоречит его планам. И священник, который оказался у Давида в его партизанском лагере, это не просто беженец, но это какое-то свидетельство, что все то, что должно было быть у Саула, постепенно переходит к Давиду. Причем переходит не потому, что Давид это украл, а потому, что Саул это от себя отбросил.